Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я снимаю видео, долгожданное в основном девочками, которые очень часто под моими видео, под последними фотографиями в инстаграме, писали «Карина, как ты ухаживаешь за своими волосами? Как ты ухаживаешь за своей кожей? Ну, поделись, пожалуйста, своими любимыми средствами за месяц, за два месяца, за год». И я решила это все дело объединить и, наконец-то, снять такое необычное видео, где поделюсь с вами своими любимыми продуктами за месяц, туда будет входить одежда, водовые средства, парфюм, может быть, сумки, все то, что, короче, сейчас лежит на полу около моей камеры и все, что я для вас подготовила, а также отвечу на ваши вопросики, естественно, которые вы мне задавали специально в моем инстаграме. Я предупредила вас, что буду снимать такое видео, и поэтому некоторые средства я подготовила специально, чтобы ответить на некоторые такие вопросы. Короче, этот ролик обещает быть очень интересным, сегодня вы узнаете, может быть, какие-то детальки, чем я люблю пользоваться, как я ухаживаю за собой и так далее, поэтому ставьте лайки под этим видео, если вы до сих пор этого не сделали, нажимайте на красную кнопочку, если она у вас до сих пор не серая, и превращайте ее в серую магией подпиской на мой канал, следите за моими роликами, нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои видео первыми и не пропускать премьеру, вы не представляете, как я счастлива, что сейчас буду снимать для вас это видео, не буду медлить, и мы можем начинать, поехали! Итак, начну я, пожалуй, со своих самых любимых продуктов за последние месяца два, может быть, и первое, что я вам покажу, это вот такие вот карандаши-духи, как бы это странно ни звучало, они от Шанель, и я реально ни разу не встречала за всю свою жизнь парфюм в виде карандаша, то есть в твердом состоянии, посмотрите, вот так вот они выглядят, кстати, был еще один карандашик, но я его подарила своей маме, потому что ей безумно понравился один из этих ароматов, и в наборе их было четыре штуки, и я их показывала вам в покупочках в моей рубрике в инстаграме, где я показываю все то, что я купила, поэтому если вы до сих пор не подписаны на мой инстаграм, то обязательно подписывайтесь, потому что туда, да, я выкладываю все свои покупки, и вы сможете быть в курсе всех новостей и быть первыми, кто увидит мои любимые продуктики. Эти карандашики отличаются немножечко своими оттенками, и каждый карандаш он по-своему пахнет, то есть ты можешь где-нибудь в спортзале, в ресторане, в любом месте, в метро, где угодно, просто достать этот карандаш, немножечко его выкрутить, и вот так вот нанести на шею, и от вас будет безумно приятно пахнуть, действительно, аромат они сдерживают очень долго, и сами по себе они такие прям девчачьи и прикольные, поэтому я не могла не внести их в список своих любимых продуктов в этом месяце, я действительно влюбилась, и каждым карандашиком из этих вот Chanel я уже воспользовалась, поэтому, Свету и вам, кстати, хотела вас предупредить, что в этом видео не будет никакой рекламы, сразу говорю, если я называю какие-то бренды, то я говорю исключительно свое мнение, и хочу, чтобы вы взяли что-то на заметку, поэтому не подумайте, что если вдруг я, например, вам что-то такое покажу, это, кажется, реклама, и нет, ни в коем случае, всеми этими продуктами я воспользовалась, и не один раз, и мне они безумно нравятся. Итак, вот такие вот парфюмерные карандаши, да, я действительно в них влюбилась, потому что аромат они сохраняют очень-очень долгое время, пахнут не ядерно, не так уж, что пройдя мимо какого-либо человека, он просто задохнется и скажет, господи, почему он тебя так пасет, аромат легкий, прям такой девчачий, у каждого карандашика присутствует, поэтому всем советую, очень крутая штука. Следующее, что я хочу вам показать, моя самая долгожданная покупка, наверное, за последние полгода, если же не год. Вы знаете, как я люблю всякие брендовые шмоточки, сумочки, я это обожаю, но распределять бюджет нужно всегда правильно, не тратить деньги направо и налево. Например, я откладывала понемножечку за каждый месяц, не то, чтобы сразу, типа, побежала и купила новую сумку. Вот так вот она выглядит, она от Gucci, и я обязательно должна была поделиться с вами этой покупкой, потому что она моя самая долгожданная, естественно, я ее сразу же внесла в список своих самых любимых продуктов за месяц. Сумка нереально вместительная, очень красивая, до этого у меня была, сейчас вам покажу, вот такая вот от Louis Vuitton. Я, по-моему, даже снимала видео о том, где показывала вам, что я якобы вот покупаю эту сумку. Брендовых вещей, как я считаю, должно быть не особо много, но они должны быть качественными. И я думаю, что вы уже заметили, да, что форма у этих сумок практически одинаковая. Я просто влюбилась вот в такую вот форму якобы в виде трапеции. Очень красиво я сочетаюсь или сумки сочетаются со мной в этой форме, которые действительно очень круто выглядят. И я прям вот влюбилась в эту форму, что прошлая сумка вот эта от Louis Vuitton, что вот эта от Gucci, они действительно вместительные. Но больше всяких вещичек поместится, естественно, в эту сумку от Gucci, потому что, ну, посмотрите, вот так вот она открывается, и внутри прям действительно очень много-много пространства. Там у меня лежат всякие помадки, ключи, какой-то брелочек. В общем, туда можно положить все, что для девушки необходимо в течение дня, поэтому я влюбилась, да, в эту сумку. Она действительно очень крутая. Как ее и вот так вот можно носить, так и на плечик повешать. И я действительно рада и ни в коем случае не жалею, что я потратила определенную сумму, достаточно большую на эту сумку. Не хочу называть, но в Инстаграме я пишу иногда стоимость продуктов. И, кстати, если вы смотрели обзор в Инстаграме, то там я называла стоимость этой сумки. Сейчас я не хочу, потому что опять будет огромное количество комментариев, что ты выпендриваешься. Нет, я не выпендриваюсь. Я просто делюсь с вами своими новинками, чтобы многие мои зрители могли взять что-то себе на заметку. Обычно я, когда смотрела такие видео, когда еще толком не была блогером, я действительно вдохновлялась. Получала море эмоций. Мне хотелось к чему-то стремиться что-то творить. И я хочу вдохновлять вас. Поэтому следующий, третий продуктик, который я вам покажу и который я внесла в список любимых, это вот такая вот палетка от Huda Beauty. Да, я в последнее время начала увлекаться макияжами. Раньше я рисовала длиннющие стрелки, красила ресницы и шпаклевала себе лицо тональником максимум, что я делала. А сейчас я уже начала смотреть всякие обучающие ролики, покупать что-то новенькое, тратить больше денег на косметику. В том числе и не только на дорогую косметику, но и на бюджетную. Если не ошибаюсь, то вот эта палетка стоила около 6 тысяч рублей. Я знаю, что это очень много для палетки, но я ни в коем случае не жалею. Можете посмотреть, какая она голографическая и красивая, как выглядит вблизи. И, естественно, из-за чего я влюбилась в эту палетку... Это за мной приехали. И, естественно, самое главное, из-за чего я влюбилась в эту палетку... Первое. Ее внешний вид, ее оттенки внутри. Самое главное, что я вам хочу показать... Вы готовы? Та-да-да-та-та-та-там! Ребятки, я просто влюбилась в эту потрясающую палетку. Если вы поставите это видео на паузу, то поймете, какими оттенками я пользуюсь чаще всего. Мне нравятся такие более нюдовые блестки. Я наношу либо на уголок глаза, либо где-то в центре. Не могу себя пока что назвать бьюти-блогером, но снимать всякие обзорчики и видосики я уже начала в свой инстаграм. И вообще хочу снять видео себе на YouTube-канал о своем макияже. Поэтому, если вам интересно видеть будут такие видео, то обязательно напишите об этом ниже в комментариях, потому что аудитория ко мне пришла совершенно от другого контента. И я думаю, что такие ролики заходить не будут, но нужно попробовать что-то новенькое. Поэтому, скорее всего, вы скоро увидите подобные видео у меня на канале. Следующий, четвертый продукт, который я вам хочу показать и который я хочу внести в список своих любимых, это бомбочки от Lush. Я обожаю принимать ванную, я обожаю принимать душ, я обожаю чувствовать на своем теле какой-то приятный аромат, блесточки и всякие штучки-дрючки после душа, во время ванной. Поэтому не могла бы мне показать бомбочки, которые я использую чаще всего. А точнее, я покажу вам одну, но перед этим просто продемонстрирую. Да, вот такой вот огромный ящик-бомбочек у меня лежит в коробочке, а эта коробочка находится в ящике. И таких коробочек где-то штучек 3-4. Короче, бомбочек дохерища. Раньше, мои дорогие, я вам дам совет. Ни в коем случае не складывайте в одну коробку бомбочки открытые, потому что, во-первых, из них будет выходить запах, у вас провоняет вся ванная, весь ящик. Раньше я хранила бомбочки, вот так вот их открывала, вот так вот доставала и просто складывала, чтобы видеть, какую бомбочку я использую. На самом деле, мне без разницы, с какой бомбочкой принимать ванную, потому что я изначально покупаю очень крутые бомбочки. Это, например, влюбленная лодочка. Я беру просто любую, но храню их вот в таких вот специальных бумажных пакетиках, в которых изначально лежат эти бомбочки после покупки в магазине. И моя самая любимая бомбочка, которую я вам хочу показать, и которую я покупаю уже, наверное, раз в пятый, это вот такая вот корона. Я обожаю вообще все бомбочки от ЛАЖ. Я вообще фанатка всяких уходовых магазинчиков, особенно натуральных, которые ничего не тестируют на животных, потому что это не очень круто, я вам скажу. Бомбочка нереально крутая, придает охерительный блеск вашей ванной. Не остается никаких следов по бокам, пахнет чем-то таким свежим, невероятным, каким-то коктейльчиком или какими-то сладостями. Не могу ни с чем сравнить этот запах, но он действительно превосходит, и ванная потом вся в блестках. Повторюсь, что нет никаких следов, как я раньше покупала прям суперяркие бомбочки, бомбочки желей, они оставляли отвратительные следы. По бокам в ванной, на уровне того, где находится вода, и меня это жутко раздражало, поэтому теперь я покупаю бомбочки, которые не красят и выглядят очень красиво, поэтому советую вам вот такую вот коронку, моя самая любимая бомбочка в этом месяце. Сложу ее обратно, думаю, поделилась с вами своими советами, как я вообще что люблю делать. Сложу обратно всю эту прелесть. Ну и последние два моих топ-продукта из этого месяца. Первое, это вот такая вот парфюмерная водичка от Victoria's Secret. Раньше я покупала просто из-за того, что фанатела по Victoria и всякие вот эти вот парфюмы, но мне они надоедали очень быстро. Это как туалетная водичка, и она нужна вообще для того, чтобы пшикать все тело после душа. Нет, это не как духи, нет, это не как парфюмерные карандаши, нет, это не просто типа попшикался или взял куда-то с собой. Вот эту парфюмерную водичку я использую всегда после душа, после спортзала или вообще как угодно. Вы не представляете, как она невероятно пахнет. Какой-то, знаете, ириской конфеткой, чем-то таким свежим, цветами, розами. Очень круто, если вы вдруг будете в Victoria's Secret, найдите вот эту вот парфюмерную водичку для тела якобы после душа, используйте ее, понюхайте, блин, это очень круто пахнет, прям почувствуйте этот невероятный аромат, и я уверена, что вы тоже в этом любитесь. И последний продуктик. Естественно, я вам говорила, что покажу свою самую любимую вещь из одежды. Она не такая уж и брендовая, не могу сказать, что бюджетная, но я ее использую уже на протяжении полугода, и мне она безумно нравится своим невероятным качеством. Это Карл Лагерфельд. Я обожаю этот бренд, и это обычная черная футболка, которая подойдет абсолютно под все. И обратила на нее внимание я только из-за этого прекрасного человека на углу, на краю футболки, скажу так. Такой вот модненький чувачочек с очками, который вам улыбается, очень круто выглядит. Это как такая фишка у этого бренда. Это не реклама, я просто люблю футболки, особенно люблю черный цвет, и стараюсь как можно реже надевать подобные вещи в кадре, потому что я люблю все яркое и красивое, чтобы в кадре все выглядело круто. Ну, просто знаете, что в повседневной жизни я очень часто ношу вот эту футболку, и это моя самая практически любимая, да, футболка в этом месяце. Это было все из моих любимых продуктов, а теперь я поотвечаю на ваши вопросики. Первый вопрос, который задает девочка по имени Даша. Какой уходовой косметикой ты чаще всего пользуешься? Давайте все-таки я немножечко в подробностях скажу, да, уходовая косметика, может быть, какие-то пенки, крема, сыворотки. И я вам сейчас покажу, что я люблю больше всего. Вот эти два продукта, это ни в коем случае не бюджетная косметика. Крем стоил около 4 тысяч рублей, но я действительно влюбилась. Раньше я использовала прям бюджетные-бюджетные крема, но со временем, может быть, я купила один раз что-то не то. У меня как-то испортилась кожа, прям, знаете, она была супер-мега жирная, очень было много прыщиков, повреждений на лице. Я решила попробовать что-то на уровень выше, но я ни в коем случае не оскорбляю бюджетную косметику. Я обожаю бюджетные продукты, но у меня их не так много, поэтому об этом я хочу снять ролик отдельный, и как раз-таки там все бюджетные вещи вам показать. Этот ролик о моих любимых продуктах, поэтому прошу не судить строго. Вот такой вот комплектик, это офигенная увлажняющая и питающая сыворотка от Clorans, и такой же крем, он как такое, знаете, желе, тоже от Clorans. Сначала я перед сном или днем, перед макияжем, утром, в любое время наношу сыворотку, именно поэтому, как вы видите, она у меня уже кончается, там осталось ее совсем немного, а после этой сыворотки, когда лицо немножечко увлажнено, я наношу вот такой вот крем. Сейчас я открою, и он действительно вот такого вот голубого цвета. Девочки, посмотрите. Он уже у меня тоже заканчивается, и это третий по счету, который я покупаю. Попила я его, гуляя просто по торговому центру, вместе с сывороткой с Ильей Беловым. Он тоже там что-то для себя покупал. Я такая, блин, крутые крема, мне их посоветовали, и я купила. Невероятно круто пахнут, и знаете, у вас прям какое-то вдохновение в вас залезает, когда вы чувствуете этот аромат вот этого крема. Этот запах, он не сравнится ни с чем. Если вы где-то увидите этот крем, обязательно купите, посмотрите, понюхайте, потому что, блин, это очень круто пахнет. И действительно, за последний месяц использования этими кремами, точнее, этим кремом и этой сывороткой, у меня действительно кожа стала лучше, она стала увлажненная, красивая, гладкая. Меньше стали вылезать всякие прыщики или поврежденные штуки, да, на лице. Поэтому я вам всем советую, котики мои, если у вас появляются какие-то сомнения, и вы думаете, какую же все-таки косметику купить, то прислушайтесь к моему совету, попробуйте вот такую вот сыворотку от Clorans и крем от Clorans, очень крутые. Раньше я предпочитала такие, знаете, всякие фиговые крема, неизвестные, но я подумала, что все-таки не стоит, лучше беречь свою кожу и постоянно ее чем-нибудь питать. Я использую очень часто всякие тканевые масочки, в основном с алоэ, которые увлажняющие, которые прям вот суперские, и моя кожа после этого прям как будто начинает дышать. Следующий вопрос, на который я хочу ответить. Худела когда-нибудь? Если да, то как? Я худею и сейчас, и к этому вопросу я хочу еще добавить вот этот вопрос. У тебя был такой период, когда ты сбрасывала, набирала или снова сбрасывала как бы свой вес, килограммы? Да, и у меня сейчас этот период в жизни, ребят. Я недавно встала на весы и просто охуела. Я, ребят, как бы мне не хотелось материться, но я серьезно скажу, я поняла, что я поправилась на целых 5 килограмм. На 5 килограмм за последние 2,5 месяца. Учитывая то, что в последний месяц я хожу в спортзал, учитывая то, что вроде бы я контролирую свое питание, и я не знаю, это может быть связано с переходным возрастом, но меня это действительно насторожило, и сейчас я буду вести и начинаю вести ежедневник, куда буду записывать все свои калории, может быть, в телефоне это все подсчитывать, но я все-таки решила делать это в ежедневнике, потому что когда я веду или что-то записываю в своем телефоне, я очень часто могу зайти в Инстаграм, ВК, что-то там забыться вообще о том, что я делаю, поэтому советую вам все-таки завести ежедневничек и туда все записывать. Сейчас я действительно буду начинать правильно питаться, все записывать, записывать всякие вдохновляющие цитатки, фразочки, снимать для вас больше видео, и да, я действительно то набирала, то сбрасывала, я весила изначально 52 килограмма, и я никак абсолютно не сбрасывала и не худела, просто исключила после любого приема пищи поедать сладкое с чаем, у меня это была привычка, и после этого я действительно похудела, как-нибудь приседала по утрам, не соблюдала никаких диет, но сейчас, скорее всего, мне придется на это пойти, я не знаю вообще, что как, с похудениями у меня не было никакого опыта, поэтому ничего такого вам посоветовать не могу. И следующий вопросик, который я хочу прочитать, какими средствами ты пользуешься по утрам и вечерам? Вот той сывороткой и кремом, которую я вам показала, и теперь давайте покажу для умывания, что я использую, девочки, чтобы вы взяли на заметку. Не знаю, правильно я сейчас прочитаю или нет, для роше вот такая вот пенка для умывания, для того, чтобы просто поддерживать питание кожи, а она нужна для того, чтобы смывать косметику, она очень хорошо смывает косметику, вот прям перед сном, или когда я прихожу домой и понимаю, что нужно снять косметику, или на моем лице и осталась косметика, я просто умываю личико сначала водой, потом наношу немного пенки, смываю это еще раз водичкой, и все, у меня кожа без косметики. Невероятная пенка, поэтому всем вам, девочки, я ее советую, La Roche, офигенная, очень крутая, но хоть и не особо бюджетная, но смывает косметику просто превосходно, а теперь для водостойкой косметики. Очень часто, ходя на макияжи, мне наносят водостойкую косметику, не предупреждая об этом, и когда я смываю свое лицо, я понимаю, что, например, какая-то подводка, она действительно не смывается, поэтому купила вот такую вот, специальную, якобы, водичку для того, чтобы смывать водостойкую косметику от KIKO, очень хорошая, так что, теперь у меня эта пенка для моей косметики, которая не водостойкая, и вот эта пенка, точнее не пенка, как водичка, для водостойкой косметики, и они оба вместе справляются, поэтому всем вам советую, очень круто, превосходно, потрясающе, вот так вот, девочки. Ну и на последний вопрос, на который я хочу ответить, твой любимый бальзам для волос, тоже не особо бюджетный, но я хочу все-таки вам его посоветовать, потому что после этого ваши волосы становятся просто превосходными, очень эффектный вот этот кондиционер для пористых волос, действительно уплотняет волос, заполняет его, и убирает вот этот вот бесячий пух, знаете, когда у вас пушатся волосы, вас это все раздражает, этот бальзам способен утяжелять, поэтому для постоянного использования он не годится, сразу говорю, хотя бы раза два-три в неделю я использую именно этот кондиционер, да, он у меня уже кончается, но он действительно качественный, крутой, поэтому советую. Это корейская косметика, далеко не бюджетная, поэтому если вдруг вы найдете на сайте, или в магазине какой-то корейской косметики, этот кондиционер, то знайте, что он лучший, по сравнению с теми, которые я использовала. Шампуни, кстати, опередив другие вопросы, я использую абсолютно разные, и не могу сказать конкретного шампуня, который я сейчас использую, просто разные-разные-разные, и все как бы мне подходят, потому что я очень часто делаю какие-то масочки, увлажняю свои волосы, хожу в салоны на питание волос, ни в коем случае не жгу свои волосы каждый день плойкой, хотя раньше такое было, но сейчас я это устранила, просто делаю кератиновое выпрямление, и волосы, они действительно прям вот очень красивые, офигенские, я, кстати, думала даже над тем, чтобы нарастить волосы, но нет, сейчас я все-таки этим делом не занимаюсь, я хочу просто отрастить свои волосы, не драть их расческой, после того, как я приму душа, аккуратненько, аккуратненько, может быть, даже дождавшись, когда они высохнут, и все это видео, мои зайчики, было посвящено моим советам для вас, я хочу, чтобы вы вдохновились этим видео, чтобы в жизни у вас все было отлично, может быть, чтобы вы использовали какие-то мои советики, поэтому, если у вас есть какие-то такие продукты, которые я вам показала в этом видео, или вы хотите их купить, или у вас есть какие-то вопросы, отмечайте меня в сторис, задавайте эти вопросы, пользуйтесь моими советами, и снимайте это в сторис, отмечайте меня, показывайте, что вот вам действительно пригодились мои советы, я буду добавлять вас к себе, ставить лайки, подписываться на ваши аккаунты, обязательно подписывайся на мой инстаграм, не пропускай много новых новостей, фотографий, историй, обзоров, я вас безумно люблю, огромное вам спасибо за то, что вы досмотрели это видео до самого конца, я тебя очень люблю, целую, и спасибо вам еще раз за просмотр видео, с вами была Карина, до скорых встреч, надеюсь, мои советы вам пригодились, всем пока-пока, обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok